Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает актуальное интервью. Здравствуйте! Говорят, что люди, которые решаются подарить частичку своей души приемному ребенку, получают в сто раз больше. Но найти друг друга без посторонней помощи достаточно сложно. Поэтому повсеместно к этой работе подключаются общественники. Сегодня в нашей студии руководитель окружного проекта «Измени одну жизнь» Татьяна Еремченко. Татьяна, здравствуйте! Добрый день! Можно несколько слов непосредственно о работе вашего проекта? Чем конкретно вы занимаетесь? Спасибо, что такое внимание в городе Ноябрьске к нашему проекту. Это очень приятно. Проект молодой. Нам вот в апреле исполнится год, поэтому мы только начали нашу деятельность. Вносим одноименное название с фондом. Есть такой Всероссийский благотворительный фонд «Измени одну жизнь». Они занимаются тем, что помогает устройству детей-сирот в семье. Их основная является цель и задача. Мы, волонтеры нашего Ямала, на молодежных проектах долго обсуждались эти вопросы, что есть дети, которые не в военные годы, а в наши мирные. Вот судьбой так случилось, что они сейчас у нас без близких, без родных. И как было бы здорово им помочь. Потому что помощь ребенку, она может быть настолько разнообразна. Ребенок, он всегда нуждается в нас, в нас взрослых, в нашей поддержке. И как это возможно вообще реализовать. Родилось все на проекте молодежных. Департамент молодежной политики и туризма Ямала-Нинско-Атономного округа поддержал молодежь. И молодежь написала проект. Для его реализации обратились в центр. Есть такая региональная общественная организация. Центр поддержки и развития некоммерческих организаций округа. Я являюсь там заместителем председателя. И мне предложили вместе с молодежью реализовать проект. На что я с радостью согласилась. Потому что если мы делаем добрые дела, тем более есть такая поговорка, если помогаешь детям, сиротам, то зарабатываешь привилегию Бога. Поэтому, ну не с этой, конечно, позиции. Но народ зря говорить не будет. И если ко мне обратились именно в таком благородном деле и считать, что я могу, это сделать, то я приняла для себя решение, что я должна это сделать. И с апреля месяца мы написали грант. Есть такой конкурс социально значимых проектов у нас в округе. Грант губернатора. И выиграли его. Там мы предусмотрели средства на создание видеороликов социального характера. И различные информационные, создание информационных ресурсов. Суспешно все реализовали. И вот на данный момент, ну, плохо хвастаться, но именно вот я считаю, что в моем случае это очень хорошо. У нас 200 волонтеров, которые в разных ключах работают и готовы работать. Это и операторы, и монтажеры, и девушки, мальчики, корреспонденты. Те, кто готовы фотосъемкой заниматься, обрабатывать материал, писать материал, размещать материал в интернете. Те, кто готов просто прийти, звонят люди, говорят, мы можем просто распространить информацию, сделать репост, у вас пишут. Я говорю, настолько разнообразен круг участников и их возможностей, что иногда поражаюсь, каждый раз находятся какие-то новые идеи реализации проекта. Ну, и основная цель проекта – это создание видеопаспортов, которые мы потом… Ну, вообще, это видеоанкета ребенка, что-то, ну, чтобы человеку было понятно, сейчас их много показывают по первому каналу, по пятому каналу. И вот в таком формате работаем и мы. И вот наш благотворительный фонд, ну, наш, потому что мы партнеры, мы заключили партнерские соглашения, мы делаем видеосъемочку и размещаем на их сайтах. Конечно, мы бы никуда не продвинулись без взаимодействия, сотрудничества и поддержки департамента образования, потому что по закону только они являются основными операторами. И с этой целью мы с ними заключили соглашение. Я безмерно благодарна людям в системе образования, которые не побоялись довериться волонтерам, довериться мне и успешно с нами сотрудничают. Спасибо директорам. Я очень уважаю директора детского дома города Ноябрьска. С ней очень легко работать, с ней приятно работать. В том году она одна из первых, ну, она, я, вы, извините, это сотрудники ее, да, но говорю о ней, она одна из первых направила информацию о своих детях, именно фотографии и информацию, которую мы разместили на сайте другого нашего партнера, волонтеры в помощь детям-сиротам. Тоже Всероссийский благотворительный фонд. И волонтеры нам помогают еще отслеживать информацию. Осталось, ну, как, если ребенок уже устроен в семью, то чтобы ролик не оставался на сайте, чтобы все-таки он вовремя был убран, чтобы не смущать других родителей, чтобы, ну, процесс был постоянно активный. То есть вы собираете информацию о детях, которые остались, скажем, как говорят, без попечительства родителей, да, и, соответственно, когда вы выкладываете на сайт, у детей появляется шанс прийти в новую семью. Совершенно верно. А сколько сегодня у нас на Ямале детей в детских домах? Вы знаете, вот, наверное, очень точную информацию скажет вам департамент образования. Мы волонтеры, я не владею такими точными цифрами, потому что моя задача – работать непосредственно с детским домом напрямую. Мы с департаментом образования сотрудничаем, но когда я уже не смогла по каким-то причинам выяснить информацию, ну, вот, с детским домом. Потому что, снова же, если ребенок находится в детском доме, то его основной опекун является представитель в детском доме. Я, например, могу думать, что этот ребенок вот на сайте, да, я могу думать, и пришел родитель и говорит, ну, вот, покажите. Ну, была у меня просто буквально ситуация такая, позвонили, у нас есть в группе ВКонтакте, есть ВКонтакте, и там есть группа, проект «Измени одну жизнь». Там мой номер телефона сотовый. Позвонила женщина, представилась и говорит, я вот прошла уже обучение, и подскажите, где я могу посмотреть наших ямальских детей. Я хочу именно наших ямальских ребятишек. Я ей предложила зайти вот на сайт образования, посмотреть у нас в группе, посмотреть в партнерах. И была ситуация, что она вроде как увидела и загорелась, да, и когда уже стали созваниваться с детским домом, оказалось, что у ребенка уже идет процедура определенная, его уже проходит, он скоро уйдет в семью. То есть уже опеку над ним оформляли. И вот в этих случаях, конечно, если мне надо как-то быстро и срочно, мы обращаемся уже в департамент образования, если вот какие-то экстренные. А так мы работаем напрямую с детским домом, созваниваемся с директорами, с завучами, они нам подсказывают, как и что сейчас, какая ситуация у ребенка. Ну, если говорить все-таки о количестве, это же не один и не два, это, наверное, десятки детей. Я могу сказать, если можно, о цифрах за тот год. Законом предусмотрено, что до 10 лет ребенок находится в полном попечении родителя, и если его там фото и видеосъемочки, должен позаботиться его опекун. В этом случае документацию подготавливает у нас опекун. То есть он говорит, что да, мы согласны, что информация о ребенке, имеется в виду его там фотография и чуть-чуть о нем в интересной форме, в творческой, когда изложено. Эта информация размещается вот на сайтах. Именно тех, которые занимаются, и в их уставе прописано, что они имеют право заниматься благотворительным, вот именно такой формой устройства детей, размещать у себя ролики. То есть все подряд, да, я захотела, я не могу. У меня должны быть определенные законам закрепленные права на это. Были прецеденты, когда человек, ну там группа людей думала, что это, почему бы мне не разместить, и попадали в очень некрасивую ситуацию. Хотя вроде с добрых дел все начиналось. Так вот, мы отсняли в том году, вернее как, согласие от детей и от детских домов, от опекунов. От опекунов мы получили 117, из них было сделано 113 видеосъемочек, произвели 113, а вот уже видеопаспортов было готово 70. Размещено было 70. И могу сказать, радостно могу сказать, что 21 ребенок мы устроили в семью вместе с департаментом образования, вместе с департаментом молодежной политики. Это за прошлый год? Это за прошлый год, да. Поэтому все вместе мы отработали, я считаю, что на 5 с плюсом очень высокий показатель, что мы так смогли отработать. А сами ямальцы, ямальские родители, они часто усыновляют детей из других регионов? Либо они все-таки предпочитают взять наших малышей? Ну, снова же буду говорить из личной практики, да, когда разговариваем с родителями, я их настраиваю на то, что лучше наши детки. Потому что у меня есть знакомая очень, ну, у меня, короче, много знакомых, и вот она говорит, я вот хочу девочку, вот возраста до 3 лет и все остальное. Так здорово, девочка так хорошо, до 3 лет, но вот у нас на сайте не нашла. Я говорю, ну, нет, конечно, твое право можно взять и по России. Ну, есть такая ситуация, что, во-первых, ребенок акклиматизации, он привык, у него здесь все равно уже проще ему адаптироваться даже к нашим северным условиям. Я говорю, ты же не поедешь жить там в Подмосковье или там в Нижний Новгород или еще куда-то. Ты собираешься жить на ямальской земле. Ты зачем, говорит, создаешь проблемы себе в первую очередь? Это же, во-первых, ребенок будет болеть, переклиматизация, это год, ребенок там всю жизнь прожил, тоже достаточно непросто, и хочешь, это, а что такое ребенок болит? Это лишние расходы. И у нас, конечно, больше, лучше материальная поддержка. Все-таки Ямал есть Ямал, и я считаю, что это тоже очень значимо и важно для родителя, дать ребенку достаточно всего. И если есть возможность от государства, но не случайно же, не зря они это делают, правильно? Они это делают для того, чтобы люди этим воспользовались. Если от этого ребенка будет еще лучше, почему это не сделать? Поэтому лучше наших деток ямальских никого нет. Они такие у нас цыпки. А родители, они предпочитают брать детей маленького возраста, либо уже в подростковом? Вы знаете, вот такой вот вопрос, ой, очень острый. Да. В основном все хотят маленьких. Все же думают, что с маленькими легко и просто. Но, имея личный опыт, я прошла все определенные процедуры, взяла ребенка, и могу сказать, что достаточно непросто с маленьким ребенком. Хотя ребенку было всего полтора года, и мы столкнулись, я, потому что у меня еще и мама есть, мы столкнулись с кучей таких невероятностей, которые я даже, вроде человек с опытом жизненным, имеющий педагогическое образование, знающий возрастную психологию, ну что, что меня может удивить, да? Да я же, да вы что, да? Я все могу. Вот с таким настроем я шла делать добрые дела. И когда этот маленький карапуз, когда вот это состояние, ах, пощупать, да, потрогать, потискать, прошло, и пришли те ночи, когда, оказывается, у ребенка запоры, и ты ночь прыгаешь, и на такси бежишь куда-нибудь, да что-нибудь купить, покупаешь массу этих лекарств, и бессонные ночи, к этому надо быть готовым. Это самое простое, что может быть, это вот такая ситуация, когда у ребенка температура, когда ты не знаешь, как же ему помочь, когда он плачет. И это все морально откладывает на тебя такую ответственность, накладывает, да, и ты понимаешь, что человек, когда берет маленького ребенка, наверное, он же еще не может сказать, это в сто раз сложнее, чем взять взрослого. Вот это очень сложно. И плюс все те комплексы, которые уже, ну не комплексы, а какие-то психофизиологические особенности этого ребенка, так или иначе сложились. К этому надо быть тоже готовым. Было много ситуаций лично, но рассказывала женщина, что ее ребенок маленький тянул ручки ко всем мужчинам. То есть ребенку нету там двух лет, тянет ручки ко всем мужчинам. Но она со своей колокольни, с житейского опыта, она подумала, что какие-то гены нехорошие там проснулись у этого ребенка. Позвонили, ну обратилась ко мне, и мы с ней вместе позвонили в центр из меня, а нет, волонтеры в помощь детям-сиротам. У них есть замечательные нейропсихологи, которые просто объяснили, что ничего страшного нет. Ребенок не испытывал того количества прикосновений, любви, которое необходимо ребенку. Ну и вот, видимо, был воскресный папа, который давал ей вот эти чувства защищенности, надежности, удовлетворения, радости. Много там, ну как, на руках держал. И у нее сформировался уже где-то до двух лет, сформировался вот этот стереотип, что если мужчина, значит он может взять на руки. Она ко всем тянула руки. Сказали, все элементарно. Чаще на руки берите, чаще обнимайте, чаще целуйте. Только любовь может спасти. Только любовь. Все прощать и все целовать, обнимать, ласкать, любить, любить, любить. Говорит, что она любима. Сто раз говорит, что она любима. Что ее любят и любят и любят. И вы знаете, все прошло. И вот сейчас на данный момент никаких таких нет. Она нормально относится как к женщинам, так и к мужчинам. Не проявляет никакого интереса лишнего, имеется в виду, к взрослым, к маленьким. Поэтому маленький ребенок все хотим, да. Но это очень непросто, очень сложно, чем, наверное, ребенок, который постарше, который может сказать, что болит, как болит. Уже есть представление, как можно, как нельзя. Да, и с которым, ну, был тоже случай, когда позвонили. Мы общались с женщиной, и у ней дочка возраста. И она просила меня, ну, вот, она сама нашла наших девочек на сайте. И она вот с этими девочками вот общалась. Вот она хотела, чтобы как у подружки были. Уже знает, что по возрасту она не сможет иметь своих детей. И она хотела вот как, чтобы у дочки были сестры. Вы знаете, и вот хорошая там у нас история сложилась. Ну, то есть, получается, вы и дальнейшую судьбу детей отслеживаете? Вот, знаете, нам только год. Поэтому вот в ближайшей перспективе, конечно, в первую очередь хочется это сделать съемочки детей. Вы разместите их на сайте. И чтобы была возможность у родителей их анкету посмотреть. И увидеть действительно, насколько они хороши, насколько они, возможности их хорошие. Что это ребеночек такой же, как и другой ребенок. Ну, просто на него не хватило сейчас любви. Ну, может быть, именно ваше сердце даст только любви этому ребенку, что оно компенсирует все, что было до того момента. Ну, вот вы сказали о поддержке со стороны ямальских властей. А можно поконкретнее, что делает сегодня наша украинская власть? Понимаете, я снова же не настолько, не то, что компетентна. Ну, почему, да. Действительно, это все-таки прерогатива органов опеки говорить о той поддержке, которая действительно есть сейчас. Во-первых, суммы меняются. Понимаете, мы даже когда делали буклеты, совместно с департаментом образования разрабатывали, мы не стали эти цифры прописывать, потому что ты не успеешь поменять. Была поддержка 6 тысяч, 7, 8, и она растет, она индексируется. И чтобы не вводить людей в заблуждение, поэтому мы не стали на этих цифрах останавливаться. Да, на содержание ребенка есть определенная сумма, которая выдается государству. Да, есть возможность потом, если ты определенную форму взял, там не усыновление, а удочерение, это та форма, когда ребенок полностью становится идентичный этой семье, то есть его невозможно отличить от других, в том плане, что там возможно изменение всего, имени, фамилии, дату рождения, место рождения. Ребенок полностью становится такой, как эта семья. И тут уже, да, государство говорит, что в этом случае мы же своих детей сами поднимаем на ноги, ставим, несмотря ни на что. Если вы хотите, вы решились на такой важный поступок, значит, вы действительно готовы этого ребенка до конца помогать ему и поддерживать. А если в другая форма, то и летний отдых помогают в организации, еще какие-то формы помощи делают. Это все надо уточнять в органах опеки. Единственное, что, наверное, хотела бы сказать, чтобы тоже, ну, не каждый человек может взять, вот снова же на личном примере, у меня знакомые девушки тоже, женщины обращаются, там, когда оформляются документы, должен быть, ну, минимальный размер оплаты труда на человека. Ну, то есть, вернее, вот этот минимальный есть у нас, 12 тысяч чем-то. Поэтому, если у вас эта сумма превышает, то, конечно, скорее всего, вы пройдете все этапы подготовительные, и у вас все сложится хорошо. Ну, а к вам родители приемные, скажем так, они часто обращаются с какими-то вопросами, проблемами, может быть? Приемные родители. У нас на данный момент на Эмали, просто я вращаюсь в этой среде, и департамент образования, органы вот в городе Салихарди приглашают меня на различные их встречи, семинары, заседания. И снова же неуполномоченно говорить за них, но могу сказать, что сейчас идет такая тенденция, что в каждом муниципальном образовании, чтобы находился центр, который будет именно заниматься помощью и поддержкой вот этих приемных семей. Но отдельно хочу сказать всем родителям, чтобы они знали, они не боялись, очень много у нас фондов всероссийского уровня, которые осуществляют поддержку. Вот лично на моем примере, как я говорила, мы взяли, позвонили во Всероссийский фонд волонтеров помощи детям-сиротам, и нейропсихолог нам дала консультацию. Бывают такие ситуации, есть формы, когда ты пишешь какой-то свой вопрос, и тебе отвечают. У нас ситуаций было достаточно много, и мы часто писали и звонили в фонд, вот именно волонтеры в помощь детям-сиротам. Наши города, они маленькие, и те женщины, которые ко мне обращались, я им рекомендовала обратиться в фонды, есть «Промама», тоже замечательный фонд, «Измени одну жизнь», у них тоже поддерживают сопровождение, есть психологическое сопровождение. Главное – не бояться, не стесняться. Это самое нарастрашенное, когда ты думаешь, что ты Бог, и ты всесилен. Ничего нет смертельного, если ты напишешь письмо, или позвонишь, ну, я имею в виду в электронном формате письмо, или позвонишь туда, и тебе дадут квалифицированную помощь, потому что это дети все равно особенные. К сожалению, у них уже по-другому сложена психика, и им надо помочь. Мы с нашей взрослой колокольни думаем, что мы можем это сделать сами, но это достаточно непросто, и надо обращаться к специалистам, просто вот действительно вот надо обращаться. И они помогут, они скажут как. Татьяна, у меня последний вопрос. Наверное, это немножко идеализм, но возможно ли сделать так, чтобы у нас в детских домах не осталось ни одного ребенка? Что для этого нужно сделать, по вашему мнению? Да, возможно. Это открыть сердце. Сказать, я готова любить. В семье собраться, определиться, что да, мы готовы любить, мы готовы отдать любовь детям. Главное – это, знаете, когда бесстрашие, это, наверное, сумасшествие. И в хорошей мере страх, он должен присутствовать. Но уверенность в том, что я справлюсь, это тоже важное качество. Надо знать, что есть фонды, что ты можешь позвонить, что ты можешь спросить об этой помощи, и тебе ее окажут. Ты можешь задать свой вопрос, тебе подскажут, как в этой ситуации себя вести с ребенком. Не надо, если ты взял тем более взрослого ребенка, да и маленького. Главное, если это решение принято, ребенок уже у вас в семье, необходимо в сложной ситуации не торопиться, не спешить, не пылить, а найти время, сказать, хорошо, пусть будет сейчас так, об этом не надо сообщать всем на свете, что я буду звонить. И ребенка об этом знать не надо. Сам тихонечко вышел в другую комнату, позвонил, проговорил, тебе подсказали, как поступить, пришел. И так с правильными эмоциями, с правильным настроем, или говоришь, или делаешь, или действуешь. Потому что, конечно, я бы еще могла говорить об этом, и говорить именно о взрослых детях, и насколько это все реально и возможно, что у каждого ребенка свой темперамент, и каждый родитель свой темперамент, и что фонды благотворительные всероссийского уровня, они помогают найти, вот именно когда видят ребенка, помогают родителя подобрать под ребенка, исходя уже из его особенностей. И что, когда звоним мы, и нейропсихологи говорят такие вещи, которые может сказать только специалист, у которого огромнейший опыт, а там работают люди, у которых и врачи, бывшие врачи, которые сейчас уже как психологи, нейропсихологи дают консультации. То есть они говорят на медицинском уровне, в том числе, то есть они могут объяснить проблему и подсказать. Бесстрашие, открытое сердце, даже бесстрашие нет, открытое сердце, внимание, терпение. И тогда у нас, я думаю, что не будет детей в детских домах, а будет везде любовь. А к детям только любовь. Вот только-только любовь. Татьяна, я хочу поблагодарить вас за то, что вы брали время, побывали в нашей студии. А я хочу напомнить, что сегодня у нас была и отвечала на вопросы руководитель окружного проекта «Измени одну жизнь» Татьяна Еремченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова